Более подробно эту тему обсудим с Александром Мусиенко, это руководитель Центра военно-правых исследований. Александр, рады вас приветствовать в эфире «Фридом». Доброе утро. Здравствуйте. Ну что ж, и тут после подобного рода новостей, когда видим, что Российская Федерация перестала, в принципе, использовать Керченский мост в целях переброски, в целях логистики, а существует ли смысл его сейчас, в принципе, уничтожать? Вопрос без какого-либо подвога. Тут чисто, говорится, ради экономии ракет, что ли, может целенаправленно в другое место ударить, где эта логистика производится? Пожалуйста. Вы знаете, что это консолидированная позиция нашего командования, верховного главнокомандующего, президента Украины Владимира Зеленского, военной разведки и службы безопасности. Я хочу напомнить, что украинский президент говорил о том, что еще в апреле в интервью для издательства «Бильт» он заявлял о том, что необходимо уничтожать. Ввиду этого, я думаю, что любые разговоры о том, нужно ли это, они после этого просто отпадают. Что касается самой нагрузки на мост, ну, она временно остановилась. А почему мы делаем, мы должны делать выводы, что так будет всегда? Да. То есть мы, вот то расследование АСИН-сообщества, которое презентовано, оно правильное, да, оно базируется на фактах. Но стратегические выводы, которые должны из этого сделать, то есть мы должны сказать о том, что если временно, на протяжении трех месяцев, не осуществлялась перевозка военных грузов, потому что еще, например, в январе она осуществлялась, еще в январе шли военные грузы. А если мы говорим о том, что с февраля не шло, а по апрель, там, по третью декаду или вторую декаду апреля, мы должны сделать выводы, исходя из двухмесячной, да, давности. Поэтому тут я скажу, что довольно-таки тонкая грань, ведь необходимо обратить внимание на следующее. Россия действительно уменьшила перевозку военных грузов абсолютно правильно, все верно. Действительно, они меньше используют мост, и в том числе, потому что украинским войскам удалось поразить, украинским силам, украинским спецслужбам поразить дважды этот мост довольно-таки успешно, что привело к серьезным, ну, скажем так, трудностям и проблемам. Но, тем не менее, сам мост существует, оккупация России, Крыма продолжается. Соответственно, вот давайте смоделируем сценарий. Через, например, три месяца Россия меняет тактику, или через два месяца. Они, например, решают активизировать наступательные действия на юге. Например, с левого на правый берег Херсона. Соответственно, что они будут делать? Ну, естественно, они будут в том числе использовать и мост, будут использовать железную дорогу, ведь речь идет не только о мосту. Мост, понятно, что это один из элементов обеспечения логистики наряду с другими. Железной дорогой, автомобильным сообщением, а также баржами о транспортировке по воде. Соответственно, понятно, что уничтожение самого моста, либо его существенного повреждения, недостаточно для того, чтобы блокировать всю логистику России на оккупированных территориях. Это очевидно, и это также факт. Это необходимо признать. Но мост один из элементов, который на данный момент может активно не использоваться, но может настать тот момент во время войны, когда нагрузка на него снова вернется. Мы не можем этого исключать. Ввиду этого, для того, чтобы это упредить, для того, чтобы окончательно снять вопрос вообще в будущего этого моста с точки зрения использования его как объекта для транспортировки войск, сил и средств вооружений, конечно, целесообразно его как минимум повредить так, чтобы вопрос этот был снят. То есть он уже сейчас не может использоваться по назначению в полном объеме. Это очевидно, это правда. Но в том числе важно этот вопрос снять вообще. Потому что тут необходимо обратить внимание на другой момент. Ведь важный пункт. Российские войска находятся в оккупированном Крыму. Им идет продовольствие, им идет снабжение. Помимо исключительно вооружений. Это все также идет, в том числе и через мост, и не только. Для экономики России это тоже имеет определенное значение, из которой она потом финансирует войну. И плюс следующий момент. Необходимо, почему я говорю, смотреть на вещи стратегически. Потому что, например, мы должны моделировать сценарий и нашего контрнаступления. Вот получится у украинских войск, к примеру, можно смоделировать, перехватить инициативу в наступлении и, скажем так, развивать его на левом берегу Херсонской области. Вот, например, плацдарм расширять там. Группировка российских войск, которая находится сейчас на левом берегу Херсонской области, она в полной мере зависима от поставок из Крыма. Ввиду ИЭТ, из этого необходимо сделать следующие вещи. Нанести удар по логистическим возможностям, по мосту, о котором мы говорим. Во-вторых, нанести удары по узловой станции Джанкой. Это второй момент. И третий момент. Фактически нанести удары по мостам, которые идут через реки, которые как раз снабжают железную дорогу. И все. И группировка российских войск на левом берегу Херсонской области будет блокироваться максимально от логистики. Они что-то будут получать, но в небольших объемах. Вот вам и план. Вот и просто стратегически, если подходить к этим вещам и с точки зрения этого фактора, все-таки, я думаю, что удары будут наноситься, в том числе и по этому мосту. Александр, а если говорить о вот этой, так скажем, альтернативной ветке, которая через временно оккупированная территория проходит, я так понимаю, там основной упор делается на железнодорожные перевозки. Это же что-то принципиально новое оккупанты создали за эти два года либо пользуются инфраструктурой, которая там была. Там была инфраструктура, там была ветка старая железнодорожная, которая шла на Мелитополь оккупированной. Она шла в том числе из территории России, и она шла по оккупированных территориях. Что строит новая Россия? Это то, что они строят дополнительную ветку, которая будет идти вдоль Азовского побережья. То есть они хотят вдоль Азовского побережья еще одну ветку железной дороги создать. Помимо этого, они там еще прочие варианты рассматривают. Ну, довольно-таки серьезно занялись действительно строительством железнодорожным и обеспечением инфраструктуры именно на оккупированных территориях. То есть они, в принципе, ну, скажем так, продолжают. Но вот эта ветка, которая идет вдоль Азовского побережья, она не электрифицирована. То есть они будут ее там делать на тепловозной тяге. А вот эта ветка на оккупированный Мелитополь, она в том числе уязвима, потому что она обеспечивается электроснабжением, там работают электровозы в том числе. Ну и, в принципе, если наносить удары по объектах энергетики, которые задействованы в обеспечении потребностей именно железной дороги, которая транспортирует военные грузы, что является таким образом, в принципе, допустимо, то тогда у них возникают проблемы. И уязвимость, если мы говорим о железных дорогах, понимаете, тут сложность в том, что все-таки наносить удары или подрывать железнодорожное полотно можно, но это не очень эффективно, потому что, к сожалению, довольно быстро можно установить. Тут, к сожалению, для нас. Вот, собственно говоря. И поэтому наносить удары тут необходимо по уязвимым местам, которые есть. Например, есть такие места вдоль реки Кальмиус. И в начале января этого года был нанесен удар хайморсами по Гранитному, населенный пункт там, где по мосту железнодорожному в районе Гранитного, что сорвало планы дальнейшего строительства, отложило их, скажем. И поэтому я думаю, что мосты – это одна из целей. Следующая цель – это узловые станции, где находятся военные грузы, и известно о их транспортировке и перевозке. Третье – это непосредственно те локомотивные депо, которые задействованы в железнодорожных перевозках. Но, собственно говоря, это тоже логистика. Понимание о том, что необходимо наносить удары и по этим объектам, оно тоже есть. То есть тут никто не опускает рук и не говорит о том, что все, Россия строит альтернативные ветки, значит, они себе обеспечили логистику, значит, все у них будет замечательно и прекрасно. Вовсе нет. Это вовсе этого не означает. Но опять же, сложность, как вы правильно говорите, об уничтожении логистики железнодорожных путей. Ну, то есть не сложность, а неэффективность в силу того, что железная дорога очень быстро восстанавливается. Но насколько сейчас доступна в целом информация о месте хранения тех или иных боеприпасов, о логистических узлах, откуда все поставляется. Ведь если мы говорим о том, что Крымским мостом, Керченским мостом уже Российская Федерация практически не пользуется в военных целях, железная дорога, но ведь существует еще множество путей из Российской Федерации через Донецкую область, через Луганскую область, понятное дело, через временно оккупированные территории. Как там ситуация? Как там с возможностью уничтожать это все? Возможности есть. И разведка ведется, и наблюдение за этими территориями. В принципе, именно поэтому, вот когда активизировалось строительство ветки железнодорожной, был нанесен удар по гранитному, о котором я упоминал, была избрана точка, наиболее эффективно, исходя из того, что происходило. Потому что вот что касается железной дороги, ее можно починить достаточно быстро. Что не скажешь о мостах. Если попадать по мостах, ремонт может затянуться и достаточно серьезно попасть. Потому что там достаточно много чего необходимо переделывать по-новому. Но это все требует времени, соответственно. Поэтому это эффективно. А точка, где перемещаются грузы, где они накапливаются, откуда они идут, известно. На сегодняшний день логистические хабы тоже известны. И Ростов-на-Дону, и Таганрог, и, собственно говоря, на оккупированных территориях. Тут же Донецк, либо Луганск. Мы видели, что как раз минувшей ночью был пожар на нефтебазе в оккупированном Луганске. Как раз, ну вот это тоже о логистике. Это нефтепродукты, которые идут на обеспечение российских войск, на их потребности на украинской территории. И такие удары, я думаю, будут. То есть обязательно вся полоса логистики. Насколько мне известно, даже есть решение, в принципе, украинского командования. И оно обсуждалось достаточно серьезно. Есть консолидированная позиция. Очень просто объясню коротко, в чем она состоит. На юге вытеснить максимально российские войска, создать им проблемы, чтобы вытеснить их к Казовскому побережью. Казовскому морю. Максимально вытеснять их туда, поскольку там, несмотря на то, что они строят, несмотря на все, нагрузка на логистику будет очень существенной. В таком случае она просто не выдержит. Они не смогут только исходя из этой артерии дорожной и железнодорожной осуществлять снабжение. Поэтому их вытеснять будут максимально. Консолидированная позиция, об этом у силы обороны есть. И удары будут наноситься. Александр, большое спасибо за то, что к нам присоединили. Всегда вам рады на Freedom. Александр Мусыенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, напомню, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok